Те, кто полагают, что Северная Корея, это застрявшая в прошлом страна, возможно и заблуждаются. Не так давно здесь открылся новенький Центр науки и техники, возведенный, как следует из официальных данных, специально для просвещения граждан страны. Внушительный по размерам комплекс в короткий срок был выстроен в Пхеньяне на острове Сук посреди реки Тыдон. На набережной которой до этого уже появились такие места для отдыха и развлечения, как аквапарк, дельфинарии и самый большой в мире стадион. Для ускорения работ, которые, если исходить из анализа спутниковых снимков, заняли около года, была привлечена Народная армия Кореи. Внешний Центр науки напоминает собой атом, как некий вызов Северной Корее врагам государства, не желающим, чтобы страна вела разработки в атомной области. Храм науки и техники, как сообщают официальные СМИ, будет использовать как электронная библиотека для научной работы, проводимой северокорейскими учеными. Как и подобает современному технологичному зданию, Центр не лишен экологичности, утверждается, что он питается от солнечной, геотермальной и других природных энергий. В центре главного зла высится модель спутниковой ракеты, что, по мнению главы государства Ким Чи Нына показывает миру, насколько сильны армия и народ Северной Кореи в желании добиться успехов в науке и технологии. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.